Как всегда, на себя любимую не хватает времени. Я тоже собиралась пройти диспансеризацию почти год. Помог случай задания редакции, и вот мы в поликлинике. Паспорт и полис – всё, что нужно для прохождения диспансеризации. Рекомендуется, конечно, прийти к началу работы поликлиники к 8 часам. В регистратуре пациент берёт амбулаторную карточку, талончик. Значит, рекомендуется принести анализ мочи с собой, и пациент приходит, конечно, на тащах и без физических нагрузок с утра. Вначале заполняется анкета, которая позволит определить слабые точки в здоровье обследуемого. Сдаются анализы, и в зависимости от возраста необходимо пройти ряд обследований. В этом году диспансеризацию прошло порядка половины из тех, кому положено. У многих были обнаружены заболевания, о которых люди даже не подозревали. Выявляемое заболевание высокое, особенно высокий процент по сахарному диабету. Я на вскидку помню, что впервые выявленный сахарный диабет в этом году составил 131 человек. Это достаточно много. Люди идут, будучи совершенно здоровыми, являются у них заболеваниями. Скрининговые обследования выявляют онкозаболевания, среди которых доминирует рак молочный и предстательный желез, рак желудка и прямой кишки. Также на первых этапах выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Все исследования можно пройти в течение двух-трех часов и через несколько дней лишь забрать результаты и заключения врача. Кстати, согласно федерального закона, работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками диспансеризации. И некоторые организации, к примеру, в сфере образования, проходят обследование коллективно. Диспансеризация постепенно становится привычной для людей, и многие считают ее необходимой. Когда уже подходишь к этому возрасту, как у меня, это очень важно. Хочешь жить, надо себя соблюдать и делать какие-то из этого необыли. Каждый год. Проходите, да? Да, обязаны. Почему считаете важным это для себя? Потому что работаю с радиоактивностью. Человек, как известно, хозяин своей жизни. Сколько прожить и чем будет наполнена эта жизнь – здоровьем или болезнями – решать каждому из нас. Татьяна Брилова, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.